Привет, с вами Руслан, это мой отчет за 23 апреля. Кстати, хочу сказать спасибо тем, кто меня смотрит. Очень приятно было вчера на тренировке узнать, что мои видосы кому-то оказались полезны. Спасибо. Расскажу, как я вчера покатал. Перед этим я зашел на стрим к Петру и сказал, что не понимаю, как можно одновременно и катать, и стримить. Но он ответил, что это дело привычки. Поначалу сложно, потом становится легче. Ну и вдобавок он просто катает меньше столов, чем без стрима. И освободившегося времени хватает на то, чтобы объяснять свои действия, отвечать на вопросы в чате и так далее. Но тем не менее, он заметил, что селектит со стримом он хуже. Так вот, перед записью видеоотчета я решил покатать немножечко. Ну, первая сессия, наверное, 10, ну, полчаса, максимум час. И думаю, попробую-ка ее тоже постримить. Но только для своей конфы в Дискорде. В этой конфе у меня есть друг, которому я когда-то советовал пройти Покер Про. И он на него записался, уплатил. Но в итоге после первой недели сказал, фига, тут работать надо. Ну и он нафиг мне такое не подходит. И забрал деньги назад. Но в итоге он лег спать после ночной смены. И меня смотрели не особо разбирающиеся в Покере друзья. Только там не просто чатик, а еще и голосовая связь. В общем, в итоге от того, что сразу нужно делать много всего, вся моя концентрация пошла по звезде. Я сделал несколько ошибок. И потом еще открыл график сессии, чтобы показать друзьям, насколько я в жопе. А там было почти два стека. И после 05 18 долларов, это какие огромные деньжищи. И проиграть их за 20 минут было очень обидно. Так что я выключил стрим и отыграл эту 3,5-часовую сессию. И под конец уставшим и без концентрации. Слава богу, закончилось все хорошо. Я почти вышел в плюс. И самое главное, за недорого сделал два вывода. Первый это никаких нахер стримов. Но может быть на лимите ниже рабочего. И максимум 3 стола, чтобы успевать все объяснять. А второй, не смотреть в кассу. Это, наверное, одна из самых лучших покерных привычек для меня оказалось. Она очень простая, а профита дает просто немеренно. Я обещал себе не заглядывать в кассу до конца курса. Но этот момент я не считаю нарушением. Технически я не смотрел в кассу, а открыл график. И сделал это не для себя, а для тех, кто меня смотрел. И тут же покерные боги наказали меня за это замазкой длинной сессии в неоптимальном состоянии. Раньше для меня это было обычным делом. А вот с начала курса еще не было такого ни разу. Поэтому не смотрите в кассу, пацаны. Ну и тяночки. Еще вчера я, наконец, завел аккаунты в партнерских румах, чтобы получить плюшки и бонусы. Но это не только плюшки. Теперь я могу для интереса и разнообразия покатать без статов, подучить чарты в зуме, наконец-то. Ну и если будет мало игры и четырех столов будет не хватать, смогу, наконец, помультирумить. Всем советую, кто еще не сделал. Сегодня буду продолжать выполнять недельные задания. Кстати, после того, как сделаю их все, думаю собрать все чек-листы в одном месте и одинаково оформить. Просто они сейчас раскиданы у меня по блогу. Не очень удобно их смотреть. А на компьютере они у меня без оформления были. Я просто писал их в обычных текстовых документах. Все, побежал я работать, потому что осталось всего два дня, а сделать надо дофига. Завтра в следующем видосе расскажу о чек-листах по третьему разделу. Так что все, пока!